Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главная тема выпуска. Живые уроки в Чувашии готовятся к межрегиональной туристической конференции. Налетай и торопись. В Чебоксарах прошла вторая ярмарка местных товаропроизводителей. Наши руки не для скуки. В Чувашском художественном музее открылась выставка «Хобби-2016». Сегодня глава республики утвердил план обеспечения стабильности социально-экономического развития региона. Об этом Михаил Игнатьев сообщил на утреннем совещании в Доме правительства. Какие задачи прописаны в документе, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. В подписанном документе множество направлений. Одно из основных – обеспечить неустойчивое развитие малого и среднего бизнеса. Необходимо, отметил Михаил Игнатьев, создавать высокотехнологичные рабочие места. Перспективным проектам власти республики готовы оказать поддержку. Мы с государственной корпорацией работаем. Еще раз хочу подчеркнуть, кредитование малого бизнеса по тем проектам, по перспективным проектам, которые есть, для малого бизнеса, для заемщика, для предпринимателя это 11%. Для среднего бизнеса 10%. 7 проектов они отобрали, дальше будут работать. Принято решение и государственной корпорацией, и нами совместно мы можем залогобеспечения обеспечить перспективным проектам до 75%. Чтобы нарастить объемы производства, многие предприятия республики делают ставку на модернизацию и осваивают выпуск импортозамещающих продуктов. Мы второй месяц подряд демонстрируем положительные итоги развития промышленности. Если мы в январе завершили с значением 7,5% за январь и февраль 106,3%, аналогичное это по выпуску продукции промышленного производства, в рублях мы тоже выросли порядка за 2 месяца на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Уверенно на рынке себя чувствуют предприятия электротехнического кластера, наращивают объемы завода, пищевой и перерабатывающей промышленности. Вместе с тем в этом же виде деятельности имеются и предприятия, которые еще пока не достигли уровня 2015 года, то есть ниже пока 100% сработали от электроавтомата и ЦБРСТУР, где связано с поздней контрактацией и с отложенными платежами за поставленную уже продукцию. Сложная ситуация на концерне тракторные заводы находится на контроле у председателя правительства России Дмитрия Медведева. Во время его визита в Чувашию Михаил Игнатьев обратился с просьбой оказать предприятию поддержку. Если проблема не разрешится, то без работы могут остаться более 9 тысяч человек. Этот вопрос глава республики неоднократно обсуждал с представителями федеральных ведомств и полномочным представителем президента страны в ПФО. Наверное, есть проблемы бизнеса, которые должны быть решены по другим каналам с точки зрения возможности пополнения оборотных средств. Посмотрим, как будет предприятие себя вести с точки зрения поведения хозяев. Однако со стороны руководителей концерна активных действий по оздоровлению ситуации пока не наблюдается. В свою очередь глава Чувашии обратился к премьер-министру с конкретными предложениями о выходе предприятия из кризиса. Дмитрий Медведев поручил заинтересованным сторонам проработать все проблемные вопросы. И все те, кто получил это поручение, должны подготовить конкретные предложения. Мы здесь четко указали свои конкретные предложения. Письма, кто не успел получить, вы сейчас получите. Буквально мы его получили пятницу. А поручение вот такое. Проработайте обращение региона в контексте ранее данных поручений. Предприятие нуждается в системной поддержке. В приоритете также государственная поддержка сельского хозяйства. В ближайшее время между Чувашскими аграриями распределят первый транш из федерального бюджета. Недавно в республику поступило 80 миллионов рублей на приобретение горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники. А по году, я говорю, прогнозом, где-то 3 миллиарда рублей на сельское хозяйство будет с его средствами выделено. Из федеральной казны республика получит деньги на строительство школы и улучшение жилищных условий ветеранов войны. Дополнительная сумма из бюджета в этом году поступит на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах и развязки по улице Фучика. На ремонт дворов и районных трасс направят по плану более 500 миллионов рублей из Дорожного фонда республики. Медрик Ковалев, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов. Республика. Следующий слайд. Государственная Дума России в начале этого года приняла закон о льготах на капремонт для людей пожилого возраста. Теперь регионы должны прописать порядок их предоставления жителям республики. Об этом, а также о реализации программы капитального ремонта в регионе говорили на еженедельной планерке у главы Чувашии Михаила Игнатьева. Отремонтировать кровлю, фасад, заменить лифт. Эти и многие другие работы входят в перечень услуг, оказываемых за счет фонда капитального ремонта. За неполных полтора года, что работает программа, отремонтировано 294 многоквартирных дома. Установлено 46 новых лифтов. Заменены сотни метров труб газа, водоснабжения электрокабелей. На 2016 год планов еще больше. В рамках реализации данного краткосрочного плана запланирован капитальный ремонт 429 многоквартирных домов общей площадью более 798 тысяч квадратных метров, в котором проживает более 42 тысяч 600 человек. Общий объем финансово будет составлять практически почти 608 миллионов рублей. И перечень квартирных домов, на ремонт которых планируется представление финансовой поддержки, сегодня сформирован на основе утвержденных муниципальных планов. Люди видят, что программа работает, а это значит, что все деньги уходят по назначению, повысилась дисциплина платежей. Правда, при этом остаются муниципалитеты, в которых по-прежнему низкая собираемость. Это Шумерлинский, Ядринский и Вурнарский районы. Глава республики обратил внимание, что нужно не только собирать взносы. Люди должны знать, где, в какие сроки и какие дома будут отремонтированы. Муниципалитеты на сегодняшний день констатируют, приняли там краткосрочную программу, дальше не их полномочия, соответственно, региональный оператор должен отрабатывать. Средства, собранные с населения, 570 миллионов рублей. Люди говорят, о чем? Вот мы деньги собрали, вы этими финансовыми средствами пользуетесь, соответственно, где-то храните, какие-то проценты зарабатываете. Средства населения и бюджетные средства четко по целевому направлению должны направлены. В ближайшее время Государственный совет Чувашии должен рассмотреть порядок предоставления льгот жителям республики преклонного возраста. Ожидается, что инвалиды и люди старше 70 лет будут получать компенсацию 50%. Люди старше 80 будут получать стопроцентную компенсацию. Тут нужно понимать сам порядок компенсации. То есть, те изменения, которые внесли в конце 2015 года депутаты Госдумы в ЖК РФ, не предусматривают освобождение от оплаты взносов. То есть, никто не говорит, что не нужно платить взносы. Порядок именно прописан компенсацией принесенных расходов. То есть, сначала отдельные категории граждан должны оплатить взносы, потом им из бюджета республики будет выделяться компенсация за уплачиваемые взносы. Для справки, сейчас в судах Чувашии приостановлено рассмотрение пяти исков о взыскании долгов по капремонту с ульготников и пожилых. Чтобы снизить напряженность в вопросах проведения капитального ремонта, член общественной палаты Чувашии Светлана Лясина отметила, что региональный оператор должен работать напрямую с муниципалитетами и управляющими компаниями в части определения домов, которые необходимо отремонтировать. Региональный оператор должен муниципалитеты отдать все эти базы, которые сегодня формируют расчетные платежи, где на местах, именно в муниципалитетах можно посмотреть состояние своего расчетного счета, узнать о состоянии счета по дому, как сегодня он накапливается и какие средства сегодня и в каком банке находятся. Необходимо к работе подключать и общественный контроль. Законы должны знать не только исполнители. Для этого я думаю, что депутат единственным должен прочитать одни раз жилищный кодекс и посмотреть, что такое программа капитального ремонта. Ведь мы все заинтересованы в том, чтобы у нас в округах был порядок, хорошие дома и хорошие дворы. Вот это наша задача прежде всего. Мы встречались с председателями домов. Объем работы даже на 2014 год, на 28 декабря мы произвели встречу с 300 председателями домов. Были подготовлены программы специальные. В целом каждый пятый россиянин в 2015 году отметил улучшение качества услуг ЖКХ. Такие результаты дал масштабный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Хорошую работу в Чувашии в сфере капремонта тоже заметили. Мы в числе лучших 10 регионов Российской Федерации находимся. В целом, если комплексно оцениваем, мы неплохо работаем. Но мы успокоились, видать, чуть-чуть. И на сегодняшний день надо работать, наверстывать все это дело. И укладываться в все те сроки, которые мы обозначили. Михаил Игнатьев поручил профильному министерству активнее освещать в средствах массовой информации ход капремонта. А также создать условия, чтобы в режиме онлайн каждый житель мог узнать, когда его дом будет отремонтирован. Глава республики рекомендовал членам политической партии «Единая Россия» держать тему капитального ремонта под постоянным контролем. Эффективно взаимодействовать с собственниками жилья и поставщиками услуг в сфере ЖКХ для повышения качества жизни населения. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов. Республика. Уровень заболеваемости наркомании в Чувашии за последние 4 года стал ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России. О том, как удалось этого добиться и предстоящих задачах, говорили на заседании Республиканской антинаркотической комиссии при главе республики. В прошлом году на выполнение мероприятий под программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ было выделено более 272 тысяч рублей. О положительном эффекте свидетельствует статистика. Распространенность наркомании снизилась на 10,4%, заболеваемость наркомании на 11,8%, число наркозависимых, находящихся в ремиссии более двух лет, возросло на 5,6%. Уменьшилось число потребителей без признаков зависимости более чем на четверть, в том числе несовершеннолетних на 46%. В минувшем году выявлено 858 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В разрезе муниципальных образований необходимо акцентировать внимание на районах, где на фоне снижения количества выявленных наркопреступлений увеличилось число лиц, поставленных на наркологические учеты. Михаил Игнатьев поручил усилить профилактическую работу среди молодежи, обратив особое внимание на то, что в местах массовых гуляний иной раз возникают стихийные кальянные на природе. На заседании обсудили и меры совершенствования межведомственного взаимодействия медучреждений, правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Сделать образование качественным и доступным – такую задачу ставит правительство республики. В сфере внимания – детские сады, школы, учебные программы. Сегодня депутат Госдумы Алена Аршинова встретилась с педагогами, чтобы обсудить с ними актуальные вопросы. Новочебоксарская школа номер 5 принимает гостей. Депутат Госдумы Алена Аршинова когда-то работала педагогом, поэтому разговор с учителями шел на равных. Она рассказала, в каких направлениях развивается среднее образование, каким должен быть современный преподаватель. Работа в виртуальном пространстве теперь не хобби, а обязанность. Специалисты разрабатывают сейчас проект «Электронная школа», который предполагает плотное интерактивное общение ученика и учителя. Участвовать в нем хотят и педагоги Новочебоксарской школы номер 5. Учителей интересовала возможность изучать в школе несколько иностранных языков, а в пятой школе это одно из профильных направлений и дополнительное оснащение стадионов для отдачи норм ГТО. Депутат Госсовета Владимир Михайлов живет и работает в Новочебоксарске, давно знаком с коллективом педагогов и школьников. Тот имидж, который создала себе пятая школа, позволяет учащимся данной школы гордиться своей школой, чувствовать себя как дома, уютно. Детский сад номер 44 стал еще одним местом встречи депутата педагогического сообщества. В него ходят дети с особенностями развития. Два бассейна и специализированные медицинские кабинеты позволяют поддерживать их здоровье. Только в Чувашии построены и реконструированы 45 детских садов. Тут миллиард рублей и 600 миллионов только в Чувашскую республику поступили и были потрачены именно на детские сады. Активное участие в оснащении детского сада принимал и муниципалитет, и бизнес-сообщество, и родители. Мы восстановили, восстановили благодаря программе. Привлекли неравнодушных родителей, предпринимателей, руководителей промышленных предприятий. Слаженно работает команда, и люди поддерживают. Действительно, у Чувашской республики очень хорошая репутация сейчас на федеральном уровне. Проект «Единая Россия» в детские сады детям был успешно реализован в Чувашии. Опыт республики одобрен на российском уровне. В этом году при поддержке регионального правительства начинается строительство школ. И у Чувашии есть все шансы стать лидерами в реализации и этой программы. Купить продукты по ценам производителей могли в минувшую субботу жители Чебоксар. В городе уже во второй раз в этом году прошла ярмарка под названием «День местного товара производителя». Для жителей возможность купить продукты дешевле, чем в магазинах. Для продавцов удобная площадка для продажи. С такой целью в столице Чувашии проводят специальные ярмарки перед торговым центром «Шубашкар». «Ярмарки будут работать до мая месяца, каждый выходной территория города Чебоксары. Вот сегодня эта ярмарка проходит на территории универмага «Шубашкар». И в дальнейшем городе эти территории будем расширять, чтобы было больше. Цель этих переприятий – во-первых, нынешняя сложность ситуации, когда доходы населения падают. У нас задача – дать возможность местным товаропроизводителям, минуя посредников, продавать свою продукцию. Продукцию продавцы представили разнообразную – мясо, колбасные изделия, рыбу, овощи, мед, орехи. Глава столицы прошелся по торговым рядам и отметил – цены ниже на 10-30%. Предприниматели подтвердили цифрами. На выездную торговую у нас всегда рыба дешевле. Вот у нас рыба, свежая селедка 105 на выездной, 103 рубля была. А в магазинах она 120-130 рублей. Также в скумбре она и по 200 есть, у нас 180 рублей свежая скумбре. Копченая 309 в магазинах, она 350-360. На этой неделе мы на этой выступке первый раз. Картофель продается хорошо, можно продать по доступным ценам для горожан. И нам выгодно, и им. Ближе к началу садовода огородного сезона на ярмарках организуют продажу саженцев и семян овощей. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Фарфоровые тарелки с анималистическими рисунками, сувенирные слоны со всего мира, игрушки из папье-маше, алмазная вышивка. Чем только не увлекаются люди в свободное от работы время. Выставка «Хобби-2016» открылась в Чувашском художественном музее. Тамара Паршагина свыше 20 лет собирала кукол ручной работы. Каждый экспонат особенный, привезенный из разных уголков страны мира. По одежде можно узнать, какой народ, какую национальность кукла представляет. Есть куклы из Африки и Южной Америки. Коллекцию регулярно пополняли друзья и близкие хозяйки. Сейчас не более 250 экспонатов. Наследницы решили по-своему дальнейшую судьбу уникальных экземпляров. На общем семейном совете мы решили передать ее в Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Пришли к выводу, что нужнее всего, наверное, эти куклы детям. И причем таким детям, у которых не очень большой поток впечатлений в их жизни. Наша коллега, главный режиссер телевидения Екатерина Лапина, увлекается алмазной вышивкой. На полотнах склейкой основы по камушку в 2,5 мм выстраиваются целые картины. Начинала катить с небольших полотен, сейчас создает более масштабные. Количество страз в некоторых превышает 150 тысяч. На изготовление этого дракона ушло 3 месяца, но я 3 месяца полностью посвятила себя этой работе. Выставка хобби проходит уже в пятый раз каждый год. Экспозиция увеличивается, появляются новые направления. Например, амигуруми. Маленькие вязаные игрушки – это модный тренд нынешнего зимнего сезона. Пройдясь по залу, вполне можно найти хобби для себя. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Я их не выставила. Вместе дружная семья. Под таким названием вот уже третий год подряд проходит открытый городской фестиваль семейного творчества. Пожалуй, это одно из самых ярких мероприятий, посвященных талантливым жителям столицы Чувашия. Песни, танцы, стихи, художественное и кулинарное творчество. Каждый из участников конкурса, начиная от бабушек и заканчивая внуками, демонстрирует свои таланты. Но самое главное правило фестиваля – все делать вместе, по-семейному. Мы участвуем в этом конкурсе впервые. Мы подготовили, наша семья, три поколения Ярославцевых и Толбузовых, подготовила два номера. Так как сейчас идет «Широкая масленица», подготовили частушки масленица и шуточную песню. Для нас, конечно, самое главное – участие. Тренируясь, постоянно репетируя, мы очень сблизились друг с другом. Десять коллективов в этом году соревнуют за звание самой дружной семьи. Помимо участников из столицы Чувашии, в конкурсе есть семьи из Марпосада, Новочебоксарска и Ядрина. Семья Александровых впервые решила принять участие в конкурсе. Мы покажем семейный танец. У меня, получается, Ваня занимается байными танцами, а я сама тоже занималась современными танцами. Естественно, мы свои способности все это объединили. Без победы с конкурса не ушел никто. Каждый из участников – призер в своей номинации. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Масленицу в Чувоксарах отпраздновали широко. Главным местом массовых гуляний стала Красная площадь. Здесь горожан до самого вечера развлекали веселыми конкурсами. В режиме нон-стоп выступали популярные артисты. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Чтобы проводить зиму только на Красной площади собрались более 4 тысяч человек. Хотя обращаться с горожанами она не торопится. Накануне в Чувоксарах температура воздуха опустилась до минус 5 градусов и выпал снег. Жители столицы разогревали себя блинами, горячим чаем и танцами под задорную музыку. Концертная программа на Красной площади продолжалась весь день. Олечко мое, золото рисует, сердечко мое, никем не занятое. Для горожан выступали не только чувашские артисты. Проводить зиму в Чувоксарах приехали солисты известной группы Балаган Лимитед. Посмотрите, вот сколько, как много народу. Покуда не так, прямо скажем, чтобы очень солнечно. Но тем не менее, вот сколько людей отмечает Масленицу. Мы очень рады этому. И сейчас зажжем. Вся прошлая неделя прошла под знаком Масленицы. Скучать горожанам не давали. На Красной площади проводили конкурсы на лучшие частушки и поедание блинов на скорость. Для юных горожан работала мастерская весны. Здесь детей обучали создавать оригинальные подделки из бумаги. Я делаю солнышко. Кроме солнышка я ничего не мастерила. Кроме солнышка ничего не мастерила. Ребята вместе с родителями делают разнообразные подделки, связанные именно с весной. И, конечно же, куклы, масленки обязательно делают веснянки, птичек призывают. Делают все подделки, которые так или иначе связаны с Масленицей. Народный фестиваль станет традиционным, отмечают в администрации столицы. Масленичный городок откроется на Красной площади и в следующем году. Мы не только празднуем на Центральной улице. Уже здесь праздничные мероприятия всю последнюю неделю проходят. Но в микрорайонах очень много было праздников. Микрорайоны, которые проводили депутаты по месту жительства Чваксарского городского собрания. Ну а главный символ весеннего праздника на Красной площади задержится. За время народного фестиваля с 10-метровым чучелом, самым большим в Поволжье, горожане сделали сотни селфи. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Приобрести новое жилье в кризис вполне реально. С 1 марта государство продлило программу ипотека с господдержкой, которая была запущена весной прошлого года. Статистика подтверждает, что у жителей республики она пользуется популярностью. Примерно каждая третья квартира в ипотеку была приобретена именно по этой программе. Подробности далее. А я Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Ставка 12% при первоначальном взносе 20%. Такие условия предлагает Сбербанк для желающих приобрести квартиру в новостройке. Ипотека с господдержкой оказалась настолько востребованной, что за последний год стала драйвером роста российского ипотечного рынка. Объект перелетается у юридического лица, у застройщика, у инвестора. Ставка по кредиту претерпелась в единии в 15 сентября 12%. Те, кто успел подключить договор до конца февраля, доработали по старой ставке 11,40%. Первоначальный взнос составляет 20%. За первый год действия программы «Ипотека с господдержкой» банкам страны было выдано более 200 тысяч льготных кредитов. При этом львиная доля их приходится на Сбербанк – 130 тысяч. По сути, каждая третья семья, купившая квартиру в кредит, воспользовалась программой «Ипотека с господдержкой». По программе «Ипотека с господдержкой» в Чувашии было выдано 2350 кредитов на 2,852 миллиона рублей. За весь прошлый год, 2015, мы в Чувашии выдали 5,898 кредитов. В рублях – это 6,5 миллиардов рублей. Сейчас партнерами Волговятского банка Сбербанка России являются более 250 компаний-застройщиков в семи регионах обслуживания. Аккредитовано более 850 объектов недвижимости. А это значит, что будущие жильцы могут быть уверены в добросовестности этих строительных компаний. И банк гарантирует, что дом будет введен в строй. Кроме того, с 1 марта по 30 июня действует еще одна акция, которая расширяет возможности ипотечного кредитования. Ипотечную сделку теперь можно подготовить без визита в банк, риэлторов, партнеров Сбербанка. Необходимо просто зарегистрироваться в системе «Партнер онлайн». В личном кабинете можно отслеживать рассмотрение заявки на кредит, узнавать об изменениях программы ипотечного кредитования, оставить свой отзыв и выбрать удобный офис для подписания кредитного договора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова